Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Спасибо, что смотрите рубрика «Дети на миллион». Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Для детей». Спасибо, что задаете хорошие актуальные вопросы. И с радостью я готов вам ответить, уважаемые дети, уважаемые ученики. Первый вопрос такой. Что дает, если сыну 21 год, но не хочет работать, которым мы предлагаем, и сам не ищет, не зарабатывает и не стремится ни к чем? Если вашему сыну 21 год, и вы предлагаете ту работу, которую он не хочет, но одновременно он сам ни к чему не стремится и так далее, это не потому, что это что-то плохо и так далее. Просто ваша задача поменять среду, которой этот сын часто ходит. Надо помогать ему научиться себя, то есть найти себя. Дело в том, что бесполезных людей нет, только есть люди, которые не могут найти себя. Надо на самом деле себя создавать. Аллах давал каждому из нас определенные таланты, просто надо развивать их, чтобы создавать себя. Поэтому вам нужно поработать с его окружением, поработать с его друзьями, с его окружениями, с кем он часто бывает, с кем он часто ходит и так далее. Или взять его с собой на какие-то такие мероприятия, где часто успешные люди ходят и говорят об успехе, о мечте и так далее, о цели. Просто нужно направить вашу сыну грамотно и правильно надо направить. Человеку надо помочь, направлять его. Это естественный период его жизни, когда ему 21 год и он ничего не хочет и так далее. То, что вы говорите, иди работай там, он не идет, потому что он думает, что это не его или он хочет что-то другое. Поэтому нужно время. Дайте ему чуть-чуть времени, но при этом в обязательном порядке всегда рассказывайте биографии успешных людей или включите дома какие-то ролики, которые говорятся о мышлении успешных людей или особенно включите, у нас есть там в ютубе ролик, где США как 100 миллионеров территории СНГ или стратегия мышления богатых и бедных людей, или рубрика вопросов Давлатов. Какие-то такие моменты, которые подходящие для вас, для вашей семьи. Ключите, просто ходите по комнату. Его обязательно какой-то совет засыплять будут в обязательном порядке. Я в будущем хочу стать спортсменом и бизнесменом. Как вы думаете, можно так или спорт надо хобби делать? Понимаешь, и то, и то делать трудно будет, потому что спорт занимает время. И спортсменам, чтобы стать, надо вкладывать усилия максимально. Но спорт тебе развивает очень хорошую дисциплину, очень хорошая внутренняя сила и развивает тебя как сильного человека. Поэтому если ты спортом занимаешься первой половине своей жизни, потому что физически можно зарабатывать в начале жизни, а второй половиной жизни физически невозможно зарабатывать. Я людям иногда показывал такие очень-очень интересные вещи. Вот смотрите, если ты хочешь вот так, чтобы у тебя доход был, вот так, тогда физически. А если хочешь вот так было, вот так, умственно, тогда это умственный доход. То есть твой доход либо вот так сокращается, либо она развивается. Поэтому в начале первой половины жизни, если ты физически сильный, ты активный, спортивный образ можешь вести, займись спортом, заработанные деньги, накопи потихонечку, потихонечку, но параллельно постепенно учись бизнесу и так далее, чтобы второй половиной жизни ты занимался бизнесом. Я заметил, что люди, которые после спорт пришли в бизнес, они больше добьются. Потому что у них есть характер спортивного. То есть это как? Они не обсуждают. Если говорят, что вот это надо делать, они идут и делают. Я имею в виду, они, если приняли решение, они не сомневаются, просто идут и делают. Я консультирую, когда человека после спорта, скажу, что люди, которые от спорта пришли в бизнес, люди, которые были раньше военные, пришли в бизнес, они много добьются. Потому что когда им разработаешь стратегию или с ними обсуждаешь, говоришь, ребята, надо вот этим заниматься, они просто идут и делают. А другим людям, когда говоришь, у них нет дисциплины, поэтому они очень долго разжевывают все, и потом долго не тянут, потом однажды станет неактуальным и все. Поэтому если вы хотите добиться больших результатов, вначале займитесь спортом, станьте в спорте, какой-то уровень достигайте, а потом идите в бизнес. Здравствуйте, дорогой учитель. Ответьте на мой вопрос. Я хочу стать, как вы. Я студент. Хочу после уроков, где я буду работать, что вы посоветуете, с чего начать. Конечно, дорогой, если ты хочешь стать, как я, ты должен знать, какой образ жизни я вел в школьные годы, и в студентские годы, и сегодня, какой образ жизни я веду. Если ты научишься вести тот образ жизни, который я веду, ты станешь, возможно, лучше, чем я, потому что сейчас в современном мире многое вещи доступнее. Когда закончил распал СССР, были другие времена, 93-95 годах. Поэтому первое, что ты должен делать? Самое первое, ты должен начинать постоянно читать книги за пределем школы. За пределем школы много книг читать. Это первое. Второе. Если ты студент, тем более, за пределем учебы, вот чем ты занимаешься, ты этим становишься. Повторяю, за пределем учебы, чем ты занимаешься, это твой будущий жизни. Поэтому за пределем учебы постоянно читай книги об успехе, книги, которые укрепляют твое мышление о личностном росте, о бизнесе, о доходах, о финансах и так далее. Это первый момент, что надо делать. Второе. Второе, что тебе нужно делать, обязательно иди, устройся на работу где-нибудь. Параллельно надо работать. Но надо устроиться работать там, где в будущем хочешь иметь что-то свое. Например, если хочешь иметь магазин одежды, иди работай в магазине одежды. Если хочешь иметь столовье, иди работай в столовье. Если хочешь иметь ресторан, иди работай в ресторане. Даже простые работы делай, ты будешь глаза и уши открыто держать, посмотри, как люди делают, и учись. Если хочешь иметь магазин продуктовый, иди работай в магазин продуктовый. Но делай этого. Если ты делаешь, ты учишься. Если нет, ты не учишься. Поэтому ты спрашиваешь меня, с чего вы начали? Я тебе скажу, начни с того, что тебе по душе, то, что ты легко умеешь делать, чтобы побольше денег зарабатывать, что ты понимаешь. А если такого не будет и так далее, распиши цель своей жизни, а потом выбирай, например, спиши цель своей жизни, на что ты хочешь потратить свою жизнь и что ты хочешь иметь в этой жизни, кем ты хочешь быть. Все распиши и так далее, какое качество жизни тебе нужен, а потом, исходя из этого, выбирай направление. Тогда иди, работай там. Например, если ты, еще раз повторю, ты написал, что я хочу быть богатым владельцем в гостинице, тогда иди, начинай работать в гостинице. Если говорят, что у меня будет 20 своей заправки, значит, надо идти работать в заправке. Так и делятся эти вещи, так и начинать, так и двигаться. Здравствуйте, меня зовут Икромыдин. Я из Таджикистана, мне 17 лет. Из своего опыта, что вы можете мне посоветовать? Что мне нужно делать, чтобы стать успешным? Икромыдин, найди себе наставника в той сфере, где ты хочешь добиться успеха. Это сократит тебе очень много пути. И прочитай хотя бы 20 книг в год. Это второй мой совет тебе. 20 книг в год хотя бы прочитай об успехе. Это тебе очень сильно поможет. Когда тебе 17 лет, у тебя большие возможности. Следующий, я студент первого курса, хочу стать инвестором. Что вы рекомендуете, какие книги, навыки и так далее. Если вы студент первого курса, хотите стать инвестором, идите в курсы по финансу, идите в курсы, когда проводятся курсы для финансистов и так далее. Изучайте их. И идите, когда есть тренинги о деньгах и так далее. Тоже изучайте. Прочитайте много книг. А начните с моей книгой «Стратегия мечтания богатых и бедных людей» и так далее. Вот. Начните с них. Но мой совет, найдите себе наставника. Это очень много экономит в вашей жизни. Очень много экономит. На 20-30 лет точно экономит. Это позволит вам быстрее подниматься. Вот. Вот что я вам советую. И еще один важный совет. Всегда планируйте каждый день в своей жизни. Без плана не живите. Если у вас будет план, у вас возможностей будет больше. Уважаемый Санур Раджавов, дайте, пожалуйста, 10 советов очень полезных для 16-18 лет не подростков. Заранее спасибо за внимание. 10 советов. Обычно одно просит. Это парень 10 просит. Я подряд расскажу несколько. Надеюсь, что это успеем. Первое. Это надо найти себе хорошего наставника. Тогда это позволяет тебе опыт, который этот наставник на 50-70 лет приобрел, приобрести за 3-5 лет. Экономит время, экономит фундамент. И оберегает тебя от кучи ненужных, неоправданных ошибок. Первое. Поэтому найди себе наставника. Второе. Читай хотя бы в год 20 книг. Это мой совет. Если вы подростка, тем более. В год хотя бы 20 книг. Про той сферы, где ты хочешь быть успешным и так далее. Третье. Развивайте в себе навыки сохранения денег и управления денег. Это без этого будущее невозможно представить. Потому что без денег вы не можете ничего делать в будущем. Четвертое. Научитесь, пожалуйста, все современные технологии. Это телефоны, IT-технология. И все-все. Инновационные технологии и так далее. В каком-то нибудь сфере хорошо изучайте это направление. Чтобы IT-направление для вас было понимание и так далее. Пятый. Развивайте в себе навыки, коммуникационные навыки. Это что такое коммуникационные навыки? Это умение общаться, умение создать команду. Умение делегировать, умение быть дипломатом. Взаимоотношения строить, проговоры вести и так далее. Это очень-очень важная вещь. Поэтому развивайте в себе навыки, коммуникативные навыки. Следующее. Развивайте хотя бы три языка надо знать. Это однозначно. Английский, русский, еще чего какой-то нибудь. Либо китайский, либо арабский, либо французский. То есть три языка надо хотя бы знать в жизни. Иначе в будущем вы никогда не можете стать человеком, который позволяет себе путешествовать, увидеть мир. Поэтому очень было бы здорово, если вы открываете для себя двери, вы открываете для себя возможности. Если вы делаете эти вещи, которые я сейчас вам говорю, обязательно изучайте языки. Хотя бы три языка. Я рекомендую английский, русский, а потом еще что-то. Либо китайский, либо арабский, либо там французский, или немецкий. Какой-то один из них. В общем, три языка надо знать. Три языка вы обязаны знать. Это необходимые вещи в будущем. Очень-очень необходимые вещи. Следующий мой совет, обязательно пораньше женись, пораньше создай семью. Не слушай даже то, что все, кто говорит, что говорит. Женись до 20 лет. Мой совет, до 20 лет женитесь, пока у вас там в голове не появится разное. Ой, это хорошее, это плохое, это высокое, это низкое и так далее. Женитесь до 20 лет, у вас шансов больше быть счастливыми, успешными, вместе с женой поднимите, делите все. Возможно, мой совет выглядит на глазах многих взрослых людей абсурдом, но это их неправо. Что хотят, то и могут думать. Но я точно понял, что если человек жениться до 20 лет, у него шанса больше в жизни добиться большего успеха и так далее. Дети растут, и ты видишь их взрослыми. Зато второй половиной жизни, когда тебе будут уже 50, ты видишь внуков, и ты видишь того, и все дети выросли, ушли, ты будешь насладиться жизнью. У тебя остается время, чтобы насладжаться жизнью. По верным словам, это правда. Крутое наслаждение будет у тебя. Вот. И следующий важный вещь, научись работать в команде. В одиночке ничего не делай. Всегда делите все в команде. Вам нужно научиться делать в команде. И уже 10, по-моему, пожалуйста, построй свой бизнес. Если у человека не будет свой бизнес, ему будет очень тяжело. Если у тебя не будет собственный бизнес, хотя бы быть кроативным, творческим, чтобы у тебя был какой-то хороший денежный поток, чтобы ты был кадр, который востребован в современном мире. Если эти вещи соблюдаешь, то, что я говорил, я не знаю, 9 или 10 советов давал, да? Если ты эти все соблюдаешь, читаешь, что ты крутой парень. Ты очень-очень крутой парень. Последний мой совет. Себя никогда ни с кем не сравнивай. Себя сравнивай с тем, кто ты был год назад и станешь лучше. Лучше вверх за самого себя. С каждым разом станешь лучше вверх за самого себя. Будут люди, которые тебя будут критиковать. Иногда тебе тоже будет тяжело. Иногда будешь уставать. Будут люди, которые ненавидят тебя. Например, я имею в виду... Это такой типаж людей, которые им не нравятся, когда кто-то успешный. Не слушай. Держись подальше от таких людей. И помни, участвуй только. Иди в той среде, где много успешных людей. Тебе среда добываешься успеха. Это мой искренний совет тебе, как родного. Я так и советовал бы своему родному сыну. И в одной из лекций вы сказали, что у многих 7 или 10 лет все будет идти хорошо, как по маслу. А потом их жизнь превращается в ад. Я говорил это про тех людей, которые берут чужое. Это про тех людей, которые, можно сказать, несправливым путем построили свое богатство или свой бизнес и так далее. То есть это те люди, которые не своим трудом, а несправливым путем. Это люди, которые, можно сказать, забрали у других. Это те люди, которые просто им повезло и так далее на какое-то время, на какой-то период. Поэтому у этих людей потом дальше начнется конкретный ад. Это очень сложно начнется. Поэтому я не видел еще человека, который за счет других разбогател и продолжал долго жить. Я не видел таких. Поэтому если хотите успешным стать, богатым стать, вы должны честным путем построить богатство. Честным путем. И никогда не смотреть на чужое богатство. И никогда не брать. Всегда вот это виси держать правильно, чтобы чья-то доля не пришлось к вам. Всегда вам надо на это внимание обратить. Как найти себя, как стать богатым, как видеть трудную ситуацию, ну, когда ты вся в долгах? С чего начать все это? Не знаю, с чего начать. Не могу определить свой талант. Очень просто. Очень-очень просто. Ничего сложного. Если вы в долгах, ничего страшного. Первое. Начните сокращение все свои расходы. Первое, что надо делать. Второе. Фокусируйтесь на увеличении своих доходов. Третье. Составьте план погрешения. И каждый месяц по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть оплачивайте эти долги, сколько-сколько сможете. И потихонечку они начнут уменьшиться, и вам будет это очень-очень выгодно. Вот. А как найти свой талант? Найдите мою книгу, книга «Как найти свою сильную сторону и развить творческое мышление». Найдите эту мою книгу. Там есть очень много способов, очень много инструментов. Много я давал. Вы можете эти инструменты использовать, обязательно найти свою сильную сторону, которую Богом дано. Только ваше убеждение, ваше вера должно быть в одном, что бесполезных людей не существует. Аллах, Всевышний, не каждого из нас создал с определенным талантом, с определенным пониманием. Я нуждаюсь в вашем совете. Мне 17 лет, студент. Каким бизнесом заниматься? Если ты студент, брат мой, займись, делай анализ, делай анализ и посмотри, какие бизнесы в данный момент в твоем регионе, растущий бизнес, например, может быть, сетпродуктовый магазин, или сетдетская одежда, или телефонный бизнес, или там, не знаю, еще что-то нибудь. Анализируй и посмотри, на что люди готовы платить. И делай сначала вот это. Просто то, что рынок готов, то, что люди знают, то, что люди понимают. Просто привези им предлагать то, что они знают. Начни с этого. Когда у тебя немножко денег появляется, потом учись. Параллельно учись, чтобы у тебя ум стал сильным, профессионализм появляться, и так далее, постепенно учись, и так далее. И параллельно учись, и еще продолжай делать. Современно копишь хороший капитал, когда у тебя небольшой капитал появляется, потом делай анализ, и выбери тот бизнес, который растущий, в тенденции и так далее так далее дорогие друзья ставьте лайк пишите комментарии свои мнение пишите комментарии свои приложения пишите комментарии свой можно сказать что вы брали для себя из этого рубрика рекомендуйте нашу рубрику ставьте лайки все своим знакомым рекомендуйте тому кому это помогло бы возможно вызвать свои друзей которые иногда спрашивают или иногда нуждается иногда затрудняется вот сейчас посмотрите пожалуйста внимательно и вот рекомендуете тем людям кому это помогло бы давайте вместе повеляем на это мир чтобы это мир стал лучше давайте вместе изменим мир лучшую сторону если весь мир не изменим хотя весь жизнь одного человека изменим давайте вместе поможем хотя бы одному человеку изменить свою жизнь лучшую сторону спасибо вам до новых встреч